Привет ребята, это Мэтт Кор и курс ControlPaint.com И сегодня мы поговорим о преимуществах использования тонированного холста Что вообще это значит тонированный холст? А это значит, что холст не чистого белого цвета, а иного И давайте я покажу вам простую ситуацию, в которой такой холст был бы полезен Вот у меня отрендеренный шар, но если мне нужно было бы добавить блики на него То передо мной возникла бы проблема, так как белый цвет холста и так уже максимально ярок И кроме того, этот цвет уже используется для описания верхней половины шара Но что если бы весь холст стал темнее? Тогда я бы мог добавить небольшой блик на шар и придать ему объемность То есть я использую тон фона холста в своих целях для рендеринга объекта Я могу добавить темный фон, чтобы нарисовать тени И более светлый, чтобы нарисовать блики Мне не обязательно рисовать с тоном фона Если я буду работать с белым цветом, то яркость фона уже на максимуме Ярче нам не нарисовать И давайте посмотрим с вами практический пример Это обычный нормальный эскиз Он мог бы быть создан на бумаге или в блокноте Фон белый И если бы мне нужно было добавить теней То это заняло бы некоторое время, чтобы затенить весь фон А затем нарисовать блики, как на прошлом примере Вместо этого мне достаточно использовать тонированный холст И после добавить несколько бликов Добавить несколько тонов И так я куда быстрее достиг бы нужного результата и нужных мне тонов И вот так вы можете показать форму через темные и светлые тона Если же начинать работу со средних тонов То вам не нужно много рисовать Вы сэкономите время Причем этот эффект не ограничен лишь цифровой живописью Вы могли видеть, что художники рисуют на тонированной бумаге Или в тонированных блокнотах И вы знаете, это очень круто В этом случае вам понадобится для работы темный и белый карандаш И вы быстрее достигнете нужного результата И так ваши наброски будут смотреться более обработанными И работа у вас пойдет куда быстрее Та же самая идея используется и в традиционной живописи Это довольно распространенная практика Наложить тонированный грунт на белый чистый холст Перед тем, как начать работу над картиной Опять же, та же самая идея Начните работу с тона фона И так у вас будет меньше работы И вообще, если вы много рисуете То вы могли заметить, что смотреть на яркий белый фон довольно неприятно Я сижу перед монитором почти весь день И мне очень не нравится работать с белым тоном От него болят глаза Поэтому я предпочитаю работать как минимум с белым оттенком серого Так глаза меньше напрягаются И от этого метода работы есть и практическая польза Как бы то ни было И какая бы ни была причина Попробуйте тонированный холст И вам может понравиться Спасибо за внимание Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok